Следующая программа предназначена для зрителей любого возраста. Здравствуйте! В эфире Первого городского программа про ремонт. И я, Илья Ишутин. В нашей программе мы меняем ваши квартиры. Сегодня пришла очередь заняться детской комнатой для вашего малыша. Чтобы ремонт в детской комнате оставался как можно дольше актуальным, советую отказаться от розовой мебели и обоими с мишками. Выбирайте те вещи, которые пригодятся вашему любимому чаду не только в детстве, но и в отричестве и даже в юности. Подробнее об этом в нашем первом сюжете. По детскую, как правило, отводится самая маленькая комната. Этот случай не исключение. Однако родители сумели разместить здесь настоящий домашний спортивный комплекс для всей семьи. Компактный и функциональный. Он занимает меньше двух квадратных метров. И все же, занимая минимум места, домашний спортивный комплекс дает максимум здоровья. Обязательные элементы комплекса – перекладина, турник, шведская стенка, канат и подвесные брусья. Все это в сумме дает большой простор для выполнения всевозможных упражнений. Комплекс подходит для детей, начиная уже с двух с половиной лет. Занятия прививают любовь к спорту с раннего возраста. Помогают вашему малышу гармонично развиваться физически. Окрепнут мышцы рук, плечевого пояса, груди, спины и брюшного пресса. И не стоит забывать, что домашний спортивный комплекс – это и просто отличное развлечение для ваших деток, где можно играть, веселиться и проводить время в свое удовольствие, как одному, так и в компании друзей. Нам очень нравится комплекс, потому что он мало места занимает, и на нем можно делать что угодно. Куркаться, лазить, подтягиваться, играть. А еще мама с папой занимаются. Как известно, дети растут быстро. Поэтому главное преимущество домашнего спортивного комплекса в том, что он будет актуален всегда. Комплекс одинаково подходит и детям, и взрослым. Выдерживает нагрузку до 100 килограммов. Спортивные комплексы имеют различную комплектацию. Расстояние между планками и высота турника может варьироваться. Также различаются они и по способу установки. Могут быть распорными или пристенными. Но в обоих случаях сборка не составит труда. Широкий ассортимент домашних спортивных комплексов представлен в сети магазинов «Дошкольник плюс». Опытные продавцы-консультанты расскажут вам о преимуществах каждого из них и помогут подобрать спортивный комплекс именно для вашей квартиры. А также в сети «Дошкольник плюс» товары гармоничного развития детей любого возраста. Игры, художественная литература, спортинвентарь, детская мебель, констовары и многое другое. У нас всегда есть что-то новое и интересное для детей. А регулярные акции и гибкая система скидок для их родителей. Ждем вас в сети магазинов «Дошкольник плюс». Партнер проекта «Про ремонт» студия кухни «Инхаус». Создатели кухонь «Нольте» компетентны в своем деле. Кухни «Нольте» самодостаточны и актуальны. Кухни «Нольте» в салоне «Инхаус». Компетентность в качестве. Пражская 1А. Утепленные стены, несомненно, греют душу, но не всегда радуют глаз. Исправить это можно легко и просто при помощи обоев или, например, краски. Но наша программа не ищет легких путей. Как превратить обычные скучные стены в настоящее произведение искусства, расскажет Ксения Иванцова. Для того, чтобы наши стены были не только теплыми, но и красивыми, сегодня мы освоим две любопытных техники нанесения декоративных покрытий. Первая техника называется «Папирус». Для нее нам понадобится краска, штукатурка, специальный шпатель, расческа, острый. И также мы будем использовать три различных финишных покрытия. Перед началом работы стену необходимо прогрунтовать и выкрасить в желаемый цвет. Штукатурку также заранее смешиваем с краской. Цвет может совпадать с цветом стены, быть на несколько тонов темнее или светлее и даже совершенно другим. Полученную смесь наносим равномерным густым слоем на нашу рабочую поверхность. Далее в ход идет наш специальный шпатель, которым мы тщательно прочесываем штукатурку. Итак, наша база готова. На этом работу можно закончить либо по истечении суток, когда наша штукатурка высохнет, нанести финиш. Его варианты могут быть различные. Например, гель с жемчужной слюдой или гель с краской. Можно декорировать стену и сусальным золотом. Безусловно, роскошный, но не самый дешевый вариант. Также можно нанести слюду сухой кистью на заранее покрытую клеем штукатурку. Следующая техника – техника декоративная бумага. Для нее нам понадобится, соответственно, декоративная бумага, грунт-краска и краски для финишного покрытия. Для начала рвем, а затем и мнем листы декоративной бумаги. От интенсивности смятия зависит конечный результат, поэтому, чтобы рисунок не отличался, этим процессом должен заниматься один человек. Стену покрываем специальной грунт-краской, наклеиваем нашу бумагу. Чтобы на стене совместить два разных листа бумаги, рвем края каждого из листов и накладываем один на другой. Далее валиком выгоняем весь воздух и сверху наносим еще один слой грунт-краски. Даем просохнуть 4 часа и приступаем к финишу. Вариантов здесь также много. Подобрав необходимую краску, вы можете создать, например, эффект бронзы или же потертой кожи. Главное преимущество этих двух техник – простота исполнения. Теперь осталось лишь приобрести необходимые материалы и перенести эту красоту на наши стены. Что дети любят больше всего? Конечно же, игрушки яркие и смешные. В нашей постоянной рубрике «Хэндмейд» мы не только расскажем, но и покажем, как из обычного витражного стекла сделать настоящую скульптуру. Для этого будем использовать специальную технику – фьюзинг. Что это такое, расскажет Полина Степанюк. Детскую комнату можно украсить не только мебелью и интересным интерьером, но и маленьким витражиком. Александр, расскажите, что мы сегодня будем делать? Мы сегодня будем делать лося. Это животное ассоциируется у меня с нашей Родиной. Начнем свою работу с эскиза. Так как работа со стеклом довольно кропотливая, и если вы не профессиональный художник, то будущую скульптуру лучше нарисовать. Не только в голове, но и на бумаге. Там должна быть какая-то доля импровизации, чтобы делать не по готовым схемам. А коль мы уже делаем для передачи, то будет вот здесь рожденный лось. Мозаичным способом нарезаем эти витражные стекла, собираем их в единую композицию, и потом при высокой температуре происходит процесс спекания. Техника фьюзинг берет свои истоки еще со времен до нашей эры. Но пик развития был в Европе, когда в моду вошел готический стиль. Из инструментов нам понадобятся стеклорез, кусачки и ломатели. Для нашего лося мы выбираем яркие желтые и небесно-голубые цвета. Сейчас мы вырежем основные, базовые, крупные детали, и потом их будем украшать, декорировать небольшими элементами стекла. Посмотрим, что из этого получится. Всего палитра витражного стекла насчитывает около 200 цветов и оттенков. В Калининграде, правда, их не приобрести. Придется заказывать из Москвы по почте, куда присылают из Америки. При работе могут пригодиться даже маленькие осколочки от прошлых наших витражек, поэтому их лучше не выбрасывать. Места, где детали нужно соединить, можно укрепить медной проволокой. Она впаяется и будет держать наш витражек. После нарезания основных элементов из стекла, их выкладывают на специальную доску, которая не сгорает при высокой температуре, которая покрыта специальным составом, которому стекло при большой температуре не прилипает. Лещатка продается только в специализированных магазинах. Плюс этой доски в том, что использовать ее можно несколько раз. Вообще фьюзинг – это еще и архитектурная конструкция, поэтому наши волося мы буквально строим. Надо соединить каждый элементик с другим таким образом, чтобы он устойчиво лежал на своем месте впоследствии, для того, чтобы правильно спекся с какими-то соседними своими элементами. Высокотемпературная печь – завершающий этап. Она нагревается почти до 1000 градусов, при этом с внешней стороны не отдает тепло. В ней происходит процесс расплавления и спекания стекла. Кусочки стекла расплавляются, проникают взаимно друг в другу, и потом при остывании это становится единым целым. Печь нагревается всего за полтора часа, но основное действие – процесс остывания стекла. А для этого понадобятся целые сутки. Прошло 24 часа, и наш фитражик готов. Можем его посмотреть. Медную проволоку обрезаем и приводим в порядок нашего лося. Фигурка довольно хрупкая, поэтому работать нужно аккуратно. И вот в результате наших совместных усилий, совместных с Первым городским каналом, у нас получился вполне короткий срок. Такая замечательная витражная композиция – лось. Таким витражом можно украсить любую стенку детской комнаты. И, как считает художник, любая вещь, сделанная своими руками, становится талисманом. А самому это сделать еще и выгоднее. Ведь в магазинах цены варьируются от 500 рублей. После короткой рекламы вы узнаете все о детской мебели и о тех, кто уже вырос из колыбели и живет в собственном звездном доме. Компактная, практичная и многосторонняя линейка бытовых пылесосов создана специально для ремонта. Стандартная модель с легкостью справится с крупным и мелким мусором, а также жидкостью. Модели более высокого класса помогут не только с уборкой, но и станут надежным помощником в процессе работы. Патронный фильтр, функция выдувания и парковочное положение. Оно помогает во время перерывов в работе надежно крепить к аппарату всасывающий шланг, а также насадку для пола, чтобы они всегда были на готове. Кроме того, аппарат имеет розетку с автоматическим включением и выключением, а также адаптер для подключения электроинструментов. Тем самым обеспечивается немедленное всасывание пыли, образующейся при сверлении, пилении или шлифовке. Нельзя не отметить эргономичный дизайн и легкость в эксплуатации. Если для вас ремонт не хобби, а работа, советуем вам более серьезный аппарат – профессиональный пылесос. Также подходит для влажной и сухой уборки, но при этом большая мощность, большая емкость бака и возможность выдерживать большие нагрузки – работать с ним можно круглосуточно. Плоский гаврированный фильтр и полуавтоматическая система очистки фильтра позволяет дольше работать без перерыва. При этом работать с таким пылесосом также удобно и комфортно. В Калининграде приобрести продукты знаменитой фирмы Керхер можно в первом Керхер-центре «Чистая компания» на улице Черняховского, 76Б. Команда профессиональных менеджеров, десятки наименований бытовой и профессиональной техники, аксессуаров и дополнительной комплектации, большой демонстрационный зал и самые заманчивые предложения. Керхер-центр «Чистая компания», улица Черняховского, 76Б, телефон 77-2020. Партнер проекта «Про ремонт» – студия кухни «Инхаус». Создатели кухонь 0Т компетентны в своем деле. Кухни 0Т самодостаточны и актуальны. Кухни 0Т в салоне «Инхаус». Компетентность в качестве. Пражская 1А. Детская комната – это место, где ребенок буквально попадает в сказку, но ее можно создать и наяву. И тогда дома, машины и даже корабли превратятся в спальные места, рабочие зоны и территории, где раскрываются таланты. Сегодня мы расскажем о мебели в детскую комнату. В Дороге с пейсинкой, а летим с самой лучшей пейсинкой на свете. Выбрать интерьер детской комнаты не легче, чем взрослой. Можно отдельно покупать столы, кровати и шкафы. А можно сделать это на заказ, по вашему эскизу. В Калининграде с такой задачей справляются специализированные компании. Материалы самые безопасные, уверяют производители. Все делается вручную. Они не выделяют вредных запахов и не сажают занозы. А мастерят такую мебель детской мечты из фанеры, которая состоит из склеенных между собой листов лущеного шпона. Фанера привлекательна экологической чистотой во всем мире, особенно в Европе. Изделия из фанеры рассматриваются как изделия из массива дерева. А конструкции можно изменить по размерам. Краска также безопасна, только акриловая или водная. Она устойчива к царапинам, ударам и сколам. Проект можно подобрать как для девочек, так и для мальчиков. При желании в любой предмет мебели можно встроить телевизор, компьютер или игровую приставку для ребенка. Это, по мнению производителей, еще больше сможет погрузить ваши чады в сказочный мир. Прослужит такая мебель, сделанная своими руками, не один год. Гарантия – три года. А изготовят домики и шкафчики всего за 2-3 недели. Цена, правда, не такая маленькая – от 30 тысяч рублей. Но разве можно экономить на детях? Они выросли и променяли свои детские комнаты на целые дома. Известная американская актриса Майли Сайрус, она же Хана Монтана, недавно купила новый дом в Калифорнии. Необычность его не только в современном стиле, но и в месте расположения. Как живут звезды, узнаем в нашей рубрике «А у них». 19-летняя актриса Майли Сайрус с детства известна своими ролями в молодежных сериалах. Она уже повзрослела и сама может позволить себе свой собственный дом. В этом году девушка приобрела жилье в городе Студио-Сити в штате Калифорния. Почти за 4 миллиона долларов. Особняк 1952 года постройки. Площадью 480 квадратных метров полностью реконструирован. Необычность его в расположении в виде буквы «Н». Всего в доме 5 спален и 7 ванн. Обязательный атрибут гостиной – камин, ванная комната, стилизованная под спа, паровая, душевая и отдельный джакузи. Два встроенных шкафа. И все это находится под стеклянной крышей. А из окна прослеживается вид на каньон. Кухня выполнена в ретро-стиле. Благодаря блестящим оранжевым шкафам. В центре расположен стол островного типа со столешницей из дерева экзотической породы. А полы традиционно из кафеля. На территории есть стоянка на 10 машин, утопающий в зелене задний двор с панорамным видом на каньоны, бассейн с морской водой, оснащенный солнечным обогревом и крытый обеденный патио. В отдельном здании для гостей, пристроенном к гаражу, расположены спальня, гардеробная и ванная. И, как призналась Майли Сайрус в одном из интервью, именно в таких домах должна жить современная молодежь. Я надеюсь, мы помогли сегодняшним героям сделать их квартиры теплее, уютнее и светлее. Если вы тоже хотите стать участником нашего проекта или просто похвастаться своей перепланировкой, присылайте заявки на электронный адрес канала 1собакамейл.ру. На этом все. С вами была программа «Про ремонт» и я, Илья Ишутин. До встречи, до следующей недели. Спонсор программы «Про ремонт» ООО «Деловая Русь». Продолжение следует...